Ночью после вчерашних рекордов и долгого плавания казалось, что земля качает нас, словно волны на реке. Утром подумали о том, что неплохо было бы отдохнуть и остаться у избы на дневку. Но очень хорошая и ясная погода отогнала эти мысли прочь, и мы продолжили свой путь дальше. Несмотря на то, что Чара покинула хребет Кадар, гористые берега, хоть и уже значительно ниже, все так же продолжают возвышаться с обеих сторон. Скалы то подходят вплотную к воде, то видны где-то в отдалении от нее. Течение радует своей скоростью, иногда встречаются достаточно бурные перекаты. Масштабы пейзажей поражают. Порой местность просматривается на несколько километров, и одна и та же скала может несколько раз скрыться и появиться вновь из-за нового поворота реки. За один полутора часовой переход мы прошли около 14 километров, это довольно быстро. На левом берегу показалась едва заметная лестница, она ведет к зимовью. Само зимовье скрыто за деревьями, если о нем не знать, можно попросту проплыть мимо. Изба здесь значительно старше предыдущих, виденных нами. Но здесь в хозяйстве чувствуется женская рука. Такое встречается нечасто, чтобы муж и жена одинаково любили бывать на природе, рыбачить и охотиться. После небольшого отдыха продолжаем наш путь. Но любоваться местной природой невозможно. Она прекрасна и в то же время сурова. Например, место под стоянку, кроме как на зимовьях, найти бывает очень сложно. Берега чаще всего неровные, крутые. А если что-то приглянется издалека, с воды, то, скорее всего, будет завалено упавшими деревьями. Ночевать на галичных косах боимся, потому что читали, что если в верховьях чары будут идти дожди, то ее уровень может быстро подняться и затопить стоянку ночью, пока спишь. Так что постепенно изо дня в день у нас сформировалось некое подобие ритуала. Поиск места для стоянки, который мы начинали примерно с 16 часов. Очень редко такие места можно было найти быстро, но чаще поиски растягивались на несколько часов. Зато с остановками на обед проблем не было никогда. Галичные косы идеально подходят для этого. Из крупных камней хорошо сооружать очаг для подогрева воды для чая. На камнях же можно разложить утварь и посидеть. В этот раз на обед мы расположились напротив отвесной скалы, протянувшейся по правому берегу на несколько сотен метров. Деревья скрыли нас своей тенью от палящего солнца. Легкий ветерок не давал комарам массово атаковать. Решили мы пообедать возле этих скал. Напротив чай делаем. Такую вот обеденную зону организовали. В русле Чары вновь стали встречаться острова разных размеров. От совсем маленьких до крупных длиной по несколько километров. А если прямо сейчас из этого места переместиться от реки на восток примерно на 40 километров, можно попасть на месторождение одного из самых красивых поделочных камней Чараита, получившего название по реке Чара. Вот и приблизился вечер. Пора начинать искать место для ночлега. Напротив высокой красивой скалы остановились на отдых, а мне на глаза попалась едва заметная тропинка, идущая в лес. Остановились передохнуть напротив этой скалы. Но уже, если честно, мы подыскиваем место для ночлега. Уже половина пятого. И напротив скалы я нашел такой вот зимовья. То ли заброшенная, то ли нет. Непонятно. По сравнению с другими не такое ухоженная. Внутри все разрушено. Точно заброшенное. Примерно через три километра ниже этой скалы в Чару слева впадает приток, река Дилингде. В ее устье мы остановились, чтобы набрать чистой воды. А после него практически сразу на небольшом острове приметили высокую песчаную полку. Вышли здесь, чтобы осмотреться. Время уже половина шестого вечера. Мы прошли 50 с половиной километров. И нашли место под стоянку. Будем ночевать вот на этом острове. Здесь сосновый лес растет. И есть место, куда палатку поставить. Там довольно свободно. Место неплохое. Тащить вещи недалеко. Место показалось нам просто замечательным. И мы не раздумывая поставили палатку. Прямо напротив нее мелководный перекат. Здесь мы с большим удовольствием искупались. Вот так вот едим. Каменный стол. Там костер. А тут таежное средство от комаров. А там закат. После ужина наблюдали огненный закат, окрасивший воду в реке в багряные тона. От устья реки Дилингде, где мы вчера набирали чистую воду, начинается Иркутская область. Чара течет по самой восточной ее части. Всего по Иркутской области мы пройдем примерно 145 километров. Через километр ниже острова, приютившего нас в эту ночь, видели зимовье. Но выходить к нему не стали. Уж больно хорошо несет река. На некоторых перекатах скорость достигала 15-20 километров в час. Через час пути встретили еще одно зимовье. Видно, как сильно река подмыла берег, и одна постройка завалилась к воде. В ближайшем будущем ее снесет полностью. Выходить там тоже не стали. Но вскоре приметили широкий галечный берег, на котором и решили отдохнуть. В качестве сидений на катамаране мы используем гермомешки. Спинки, естественно, у них нет, и наши спины устают от долгого сидения. Стараемся отдыхать раз в час-полтора. В час дня остановились на обед. Как обычно на гальке. Весь день практически с самого утра по округе гуляют тучи. Воздух свежий, не горячий и не холодный. Плыть комфортно, но мокнуть под дождем не хочется. Однако даже во время обеда ни одна туча не подошла к нам, хотя проходили они довольно близко. Что касается погоды в нашем путешествии в целом, можно сказать, что нам с ней очень сильно повезло. Как я уже говорил, мы ориентировались по отчету супругов Китаевых, которые совершили аналогичные путешествия в 2014 году. У них часто лили дожди. В самом начале даже случилось наводнение, во время которого уровень воды в чаре поднимался до двух с половиной метров. Небо было затянуто тучами и смогом. Очень боялись, что у нас может быть то же самое. Но на наше счастье все было наоборот. Мы увидели кадар во всей красе. Большую часть сплава было тепло и сухо. Надневки из-за непогоды останавливались всего четыре раза. Во второй половине дня небольшая туча все же догнала нас и немного подмочила. Дождь был не сильный, так что решили не пережидать его. Немного промокли под дождем. Застигла нас туча прямо на воде. Выходить не хотелось, хотелось поплыть. А сейчас рядом с одной протокой увидели зимовье. Правда уже солнце выглядывает. Все равно решили отдохнуть, пойти посмотреть, что оно из себя представляет. Может подсохть им немножко. Зимовье мы тут заметили. Очень много. Но вот здесь непосредственно есть и старые, и новые постройки. А так сегодня проплывали несколько зимовьей, несколько исп. Так что здесь Вика довольно людная получается. Рыбаков много, охотников. Вон тот старый дом, из которого идет Вика, открыт настежь. А здесь первый раз видим такой замок висит на двери. Детская коляска даже есть. Решетка на окне. А здесь, видимо, постройка для хранения продуктов. Может, для дичи какой. Пока мы исследовали зимовье, окончательно распогодилось, и мы отправились дальше. По-хорошему, пора бы уже останавливаться на ночлег. Но с избами в его качестве мы решили завязать. Как-то неуютно стало находиться на территории чужих людей. Часто рядом с избами можно найти пустые бутылки от водки. Кто знает, что взбредет пьяному охотнику в голову при виде незнакомцев на его земле. Лучше лишний раз избегать неприятных ситуаций. Тем более сегодня время для поиска стоянки еще есть. Также скоро мы подойдем к месту впадения в Чару ее притока реки Жуя. На советских картах там обозначена деревня Чара, на месте которой сейчас находится урочище Усть-Жуя. Думали попробовать остановиться там. Подплываем к Усть-Жуе. На берегу увидели несколько изб и услышали лай собак. Поняли, что останавливаться здесь не будем. Тем более вода в Жуе очень грязная и мутная. Это результат многолетней добычи золота в ее верховьях. После впадения Жуи Чара прозрачной не будет до самого Устья. Через пять километров ниже урочища приметили высокую полку на правом берегу. Вышли разведать. Место оказалось весьма удобным, поэтому сразу разбили лагерь. Неприятно удивились количеству комаров. До этого их было в разы меньше. Ужин решили готовить внутри палатки на газовой горелке. Все, не припомнил, что где-то еще такая же была толпа комаров. Начиная с этого вечера комаров становилось все больше. Позже к ним подключится и мошка. Первая половина следующего дня выдалась достаточно пасмурной. Сегодня выдвигаемся сразу без завтрака, поскольку комары нас просто-напросто зажрали. Какое-то комариное место попалось. Несмотря на то, что рядом река и вроде бы открытое пространство продувается. Все равно как-то их было чрезвычайно много. Сейчас немного подальше отплывем, найдем себе какое-нибудь спокойное место без комаров и там позавтракаем. Но комары не основная причина, по которой мы покидаем это место без завтрака. Как я уже сказал, вода в чаре после впадения жуи стала очень мутной и использовать ее для питья и приготовления еды мы перестали. Сегодня же запасы чистой воды у нас практически истощились, так что нами было принято решение позавтракать в устье какого-нибудь ручья, где и воды будет достаточно, и комаров будет поменьше. Окружающие пейзажи благодаря пасмурной погоде сегодня выглядят завораживающе. Скалы пестрят разнообразием. Порой на некоторых даже встречаются причудливые останцы. Одни скалы стоят в стороне от реки, другие обрываются прямо в воду. На протяжении сотен тысяч, а может даже миллионов лет, чара подмывала свои берега, обнажая горные породы, чтобы они предстали перед нами сегодня именно в том виде, в каком мы их сейчас наблюдаем. Мысли об этом не покидали меня все путешествие, придавая ему таким образом особенную атмосферу. Пристали на правый берег, чтобы отдохнуть, а здесь ручей в чару впадает чистый. В чаре вода пока что еще мутная, поэтому мы здесь сейчас наберемся про запас пить и готовить на ней. Завтракать, однако, здесь не стали. Время подходит к полудню, так что скоро уже будет пора обедать. Решили немного потерпеть. Редактор субтитров А.Семкин На обед остановились на широкой галечной косе. Оказалось, что сзади нас догоняла огромная мрачная туча. На всякий случай натянули тент и не прогадали. Во время обеда нас застег дождь все-таки. Туча была такая прям устрашающая. Потом поднялся ветер сильный, ну а дождь оказался просто изморосью. Вроде бы там на небе вдалеке видны какие-то просветы. Будем надеяться, что вскоре он закончится и мы поплывем дальше. Потому что сидеть на одном месте почему-то очень не хочется. Спасаясь от дождя провели под тентом около часа. Как прояснилось, встали на воду, но коварный дождь снова попытался нас догнать. Снова нас догнала туча. Возможно, даже та же самая. Мы немножко замедлились, чтобы в нее не попасть опять. Вроде бы ее сносит. Все вокруг после дождя как будто ярче. Однако незаметно подкрался вечер и пора бы останавливаться на ночлег. Пристально всматриваемся в берега в поисках удобного места, но пока таких мест нет. Чара уже достаточно широкая. Плывем посередине, чтобы если увидим что-то подходящее, сразу подплыть. Вскоре на правом берегу увидели небольшой сочащийся из скалы ручеек и остановились, чтобы немного пополнить запасы воды. Для этого пришлось перелезать через небольшую скалу. Вода желтоватая. Это тающая вечная мерзлота. Пока я ее набирал, снова налетела туча с кратковременным дождем. Горы уже позолотило предзакатное солнце, а место под стоянку все еще не найдено. Показывается гора Буркуна. Ударяясь о нее, река делает крутой поворот. На правом берегу высокая полка. Надеялись, что кто-нибудь поставил напротив горы Зимовье или сделал место под стоянку, как это часто бывает на популярных сплавных реках. Но Чара, река все же достаточно удаленная и дикая. Стоянки напротив Буркуны нет. Там, где заканчиваются скалы, в русле расположился остров Эй-Им. Через пару километров после него на правом берегу увидели высокогалечно-песчаный намыв. На нем и решили остановиться. Что интересно, за птица была тут такая огромная. Все, начался комариный рай. Уже второй день такой вот. Поехали. 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 Утром, выйдя из палатки, увидели, что над рекой висит низкая облачность. Боимся, что она прольется дождем и выдвигаться не спешим. На улице тепло и ближе к десяти часам утра на небе появляются просветы, поэтому отчаливаем. С нами отправилось множество мелких пассажиров, но ветер на реке быстро прогнал их в Освоясе. Примерно через 8 километров от места ночлега Пачаре начинает проходить границы регионов. Если выйдешь на левый берег, останешься в Иркутской области. Если же на правый, попадешь в Якутию. В общей сложности по реке граница проходит на протяжении всего лишь 18 километров. Так что, скорее всего, следующую ночь мы проведем уже в Якутии. Перед самым обедом после очередного поворота реки увидели темное грозовое небо. Остановились и поспешили вскипятить воду для чая, но немного не успели. Обедали уже под дождем. Когда убрали котелок с огня, дождь потушил костер за считанные секунды. В этот день мы встретили несколько лодок. Одни проплывали мимо, другие стояли у берега. Ближе к четырем часам дня увидели одну из таких лодок, привязанную у берега. Чуть дальше нее уже на берегу слова, выложенные из тонких бревнышек. Второе слово покосилось и упало. А первая Саха нам понятно. Значит, мы уже плывем по территории республики Саха, Якутия. Самому большому региону нашей страны. В этот день мы хотели пройти немного, примерно 30 километров, поскольку большие километражи даются нелегко. К вечеру начинает болеть спина и сидеть на катамаране становится довольно некомфортно. Но, как и всегда, сегодня поиски места для ночлега затянулись. Еще и местных жителей стало встречаться больше. В одном из отчетов о сплаве Пачаре я читал историю, как у двух путешественников украли практически все вещи, оставленные ими у воды. Пожалуй, это не самое приятное завершение путешествия, поэтому приходится быть осторожными и нам. Во время очередной остановки на отдых я поднялся в лес посмотреть там площадку под палатку. И на наше счастье такое место нашлось. Ну вот мы и нашли наконец-то место под стоянку напротив вот такого шикарного вида. Несколько раз мы выходили вот на такие берега слева, искали что-нибудь подходящее, но ничего не могли найти. Везде был густой лес непролазный, олени следы, тропы оленей, стоянок, ну даже места под стоянку вообще не было никакого. Тут более-менее площадочка есть небольшая, вот на ней мы и встанем. Расположились мы прямо на зарослях брусники. Правда, она еще не созрела. За деревьями возвышается окрашенная солнцем скала, а мы опять готовим ужин в палатке на горелке, спасаясь от комаров. Часов в одиннадцать, когда уже стемнело, проплывала моторка вниз по течению, с нее светили фонарем в нашу сторону. Из-за этого стало тревожно и немного не по себе. Выйдя в восемь часов утра к реке, обнаружили над нею туман, еще гуще, чем в предыдущее утро. Он стелился низко над рекой, видимость была плохая. Примерно через два часа туман приподнялся на несколько десятков метров, а потом и вовсе выглянуло солнце и туман исчез. Каждое утро в походе, будь то пеший или водный поход, похоже одно на другое. После пробуждения идешь к реке умываться, затем готовишь завтрак, а после всего этого нужно собрать все вещи, сложить их в рюкзаки или гермомешки и при этом постараться ничего не забыть и не потерять в траве. Занятие это небыстрое и может занять от часа до двух, поэтому в походах мы стараемся просыпаться часов в семь, чтобы до девяти-десяти часов уже быть готовыми к пути. Погодные явления, такие как дождь или, например, сегодняшний туман, конечно, могут вносить в наш график свои коррективы. В таком случае приходится импровизировать, но если выходить пораньше, за день можно пройти больший километраж и таким образом накопить немного времени для возможных дневок. Через пару километров от стоянки подошли к перекату. Здесь чара разлилась на несколько сотен метров в ширину. Течение при этом хорошее и основная струя воды уходит к правому берегу. Какое-то время гнались за упавшим в реку деревом, но потом обогнали его. После переката река упирается в безымянную скалу. Решили подойти к ней поближе, проплывая, любуемся ее останцами и осыпами, распадками и редкой порослью деревьев. Сильный ветер и крутой склон не дают им разрастаться, оставляя зеленые остепненные проплешины. На какое-то время скала не сильно удаляется от реки, показывая, где было старое русло чары. Но вскоре вновь подходит к воде. Вскоре пришло время обеда. Очень кстати, на левом берегу заметили тропинку со ступенями. Решили выйти пообедать в месте, где стоит зимовье. И тут в беседке разбросаны какие-то учебники. ботаника ботаника 5-6 класс. История 5 класс. Судя по всему, на якутском языке. сейчас покажу, как внутри выглядит это зимовье. Это мы сушим баллон запасной для катамарана. Взяли на всякий случай для порогов, а он нам не пригодился, к счастью. Вот тут уже оленьи шкуры. Еще одна лежит оленья шкура. Впрочем, все как везде. В календарике уже на якутском. Обед у нас как обычно готовый и с утра лежит в термосе. Воду для чая сделали на костре, а пообедали в холодной избе. После обеда видели дерево, которое обогнали 4 часа назад. Днем нам повстречались два местных жителя на моторной лодке. Немного поговорили с ними. Они сказали нам, что на завтра ожидается дождь. Сверху по течению идет грозовой фронт. Сегодня, как и вчера, хотели пройти 30 километров, но снова не можем найти подходящего места. Опять все то же самое. Время уже 8-й час. Мы ищем стоянку. Начали искать 4 часа. И по-прежнему ищем. Берега высокие, а там, где невысокие, там такие заросли, чтобы вообще не пройти. дождь. и было обещано, ночью зарядил стяжной и при этом сильный дождь. Разместились мы вчера за ивовыми кустами на высоком берегу налево. и размяться в редких перерывах между ливнями. Здесь мы даже научились добывать чистую дождевую воду, собирая ее с палубы катамарана. Все остальное время читали книги и спали. За два дня настолько устали от отдыха, что решили плыть даже при сильном дожде, только бы не оставаться в этом месте еще на один день. Мы и так уже здесь ночуем третью ночь. Однако погода к концу второго дня отдыха стало меняться. Дождь прекратился, тяжелая хмарь постепенно рассеивалась, а поздно вечером по низким плотным облакам даже пробежал едва заметный лучик закатного солнца, подарив нам слабую надежду на изменение погоды в лучшую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok